Начинаем мы с проекта автокиоск. У меня есть одна визитка. Это Александр Романюк и Кирилл Пугачев. Да, все верно. Проходите, пожалуйста, на сцену. Для тех, кто не помнит, напомню формат. 15 минут у нас занимает выступление докладчиков, и потом 5 минут вопросы экспертов, и 5 минут вопросы из зала. У-у. Добрый день. Меня зовут Кирилл Пугачев. Коллега рядом, Александр Романюк. Сегодня мы вам представим проект, который творчески назвали автокиоск. Суть проекта – это решение ряда проблем, связанных с автобусными перевозками. Глобальная проблема для этого проекта, которым можно озвучить, называется качество автобусных перевозок. Проблема действительно глобальная. Решить одним проектом подобную глыбу невозможно, поэтому проблему мы разделили для себя на 4 составляющих. Первое, что мы пытаемся достичь, первое, что мы пытаемся улучшить, это качество обслуживания пассажиров автобусов. То есть классическая ситуация на вокзале. Две кассы. Одна работает в направлении А, вторая работает в направлении Б. и милый пассажир, который стоит в конце очереди, из 30 человек, у которого уезжает автобус. Крики, блин, у меня осталось 3 минуты до отправления автобуса, помогите мне, пустите меня через. Это вы видели и на ЖД, и это очень часто встречается, к сожалению, на автобусах. Это мы пытаемся исправить. Второй момент, что мы пытаемся достичь с помощью этого проекта, это уменьшить стоимость продажи автобусных билетов. То есть очевидно, что стоимость бензина этим мы не изменим. Вот сколько стоит топливо, столько его туда отнесут себе стоимость. Но стоимость инфраструктуры, которая входит в состав цены билета, мы попытаемся уменьшить, что сделает интересным это для пассажиров. Следующая составляющая этой проблемы, мы пытаемся увеличить прибыльность самих автобусных перевозок. Прибыльность не глобальна, а прибыльность для владельца автотранспортного предприятия. Ну, да, мы все живем в Украине, мы сейчас не говорим о глобальных Франции, Европе. Мы понимаем, что если автобус выезжает из пункта А в пункт Б, то водитель зарабатывает примерно столько же, сколько продается билетов через кассы автовокзалов. Ну, Саш, поправишь, нет? Ну, вообще-то я так думаю, что не менее 30% это неучтенные перевозки. Это не менее, а скорее всего более. Окей. Значит, следующая часть этой глобальной проблемы качества пассажирских перевозок. Мы создаем условия, хотим создать условия для развития малых автовокзалов и увеличить гибкость маршрутной сети. То есть, ну, классическая концепция, да, собираем пассажиров в одном месте, оттуда отправляем рейсы. К этому все привыкли. Мир меняется. Пассажиры собираются не всегда там, где есть автовокзалы. Живой пример Киев. То есть, на выездах на конечных станциях метро вы видите всегда столпотворение, где есть много частных маршруток, много непонятных автобусов. Это деньги. Это деньги перевозчиков, которые съедаются, ну, скажем так, предпринимающими малыми формами, малыми предпринимателями. Автовокзал туда не перенесешь, строить сложно, а пассажиропоток есть, и с него можно зарабатывать. Значит, как мы это пытаемся решить? Значит, решение или идея, это комплекс из сети автоматических киосков по продаже билетов на автобус и компания по их эксплуатации. Как было очевидно, там из первых, там, четырех слайдов, нашими потребителями будут, собственно, две стороны, то есть все, кто задействованы в процессе пассажирских перевозок. Это пассажиры автобусов, перевозчики и автовокзалы, как предприятие, кажущий сервис в этом случае. Новизна УТП. Эти грабли уже изобретены. Автоматы по продаже билетов в СССР применялись на пригородных железнодорожных перевозках, и они применялись на пригородном же сообщении на автовокзалах. Нюанс был в том, что продажа билетов осуществлялась без указания места. Ну, в электричке, скотовозке, сколько вы заберете, где столько едет, в автобусе то же самое. Мы пытаемся изменить эту ситуацию. Мы хотим продавать билеты с местами, чтобы человек, купивший билет, садился на свое место и перестал чувствовать себя скотом в автобусе. То есть я еду, я пассажир, я заплатил, я еду. У меня вот место, я здесь сижу, но не стою вот здесь в проходе, потому что там водитель набрал 30-40 человек, которые лишние. Объем рынка или там, ну, возможности бизнеса. То есть мы долго оценивали этот рынок. Мы его недооценили. Рынок в год, по нашим представлениям, составляет порядка 2-3 миллиарда гривен. Мы планируем залезть в скромный 10%, со временем доля, наверное, увеличим. Конкуренция. То есть когда говорят автокиоск, все представляют, на чем можно это собрать. Ну, здравый смысл есть у всех. Все видели киоски по продаже, по приему, по пополнению платежей. Все видели киоски обслуживания, банковские, все видели банкоматы. К сожалению, вот так, чтобы сказать, что есть готовая сеть, которую можно использовать, этого нет. Есть ряд технических и юридических ограничений. Очень грубо. В банкомате, в котором есть цифровая клавиатура и четыре кнопки слева и справа, организовать выбор рейса на интерфейсе, ну, проще застрелиться, повеситься возле этого автомата. Киоск, который пополняет вам телефон, он не выдаст вам фискальный чек, то есть то, что необходимо пассажиру предъявить в случае, если он ездит в командировку. И таких проблем с каждым из этих конкурентов есть свои. Поэтому мы считаем, что наше решение автокиоск при средней стоимости не будет иметь тех, недостатков, которые есть на сегодня у существующих сетей, имеющих потенциальную возможность продавать билеты. Ну, как это работает? Очевидно, что сложного здесь нет ничего. Пассажир взаимодействует с автокиоском, через интернет уходит сессия, итерация, обращение к серверу АСОТ, автоматизированной системы управления. Ну, из прошлого слова, может, не все знают. Идет обратная итерация, и пассажир получает билет. То есть, окей. Секундочку. Тут просто мы не нарисовали, но еще присутствует банк, который проводит эквариум. Ну, есть интернет, оттуда уходит в банк, платеж, ну, мы упрощали. Бизнес-модель. Как может работать эта сеть, как можно зарабатывать здесь? Ну, первое очевидное лобовое решение, это продажа автокиосков владельцам автокзалов или перевозчикам. Причем, еще непонятно, кому это будет интересно. И те, и другие в этом заинтересованы. Вторая бизнес-модель, это передача автокиосков в аренду. То есть, тут понемножку, по-разному будут организованы платежи. Третье, это построение собственной сети. Наверное, с экономической точки зрения это наиболее выгодно, поскольку открывается маневр, поле для маневра. На сети, которая расположена в основных областных центрах, в сети, которая имеет достаточно хороший поток пассажиров, то есть поток людей, вы можете продавать не только билеты. Ну, очевидно, дальше развивать я не буду. Дистрибуция маркетинга. На сегодня у нас уже есть кто? Донецк, кто просил у нас? Донецк, Кировоград, уже острая заинтересованность, говорят, давайте, давайте. И продавать, это возможно, это закрытый рынок автобусных перевозок, продавать это возможно только на личных контактах. То есть, ну, если вы в этом рынке крутитесь, работаете, вы знаете, с кем вы работаете, кому вы продаете. Если нет, снаружи, это очень большой барьер входа. Защищенность. Ну, это вообще очень приятно. Наш автовокзал закрывает примерно 60% крупных автовокзалов Украины. То есть, мы перекрываем эту территорию. И тот, кто придет на этот рынок, он придет, прежде всего, к нам. Потому как вот этот киоск, он должен работать с АСУ вокзала. То есть, если вы продаете билет, вы должны отразить продажу билета и показать. Это первый уровень. Второй, мы все-таки первые. То есть, мы пока не знаем, кто этим занимается. И запас времени из широта внедрения в автовокзал делает, в общем-то, нас достаточно защищенным. Команда. То есть, почему мы уверены в успехе, как всегда, все определяют люди. На сегодня тот же коллектив, который работает над фиоском, уже сделал систему онлайн-бронирования билетов на автовокзалах. Она была первая в СНГ. И, насколько я знаю, аналогов, похоже, в таком масштабе нет. И второе, есть уже действующий сервис продажи автобусных билетов опять же на автовокзалах, а не частных перевозчиков через интернет-тикетбас комьюанский. То есть, у нас есть основания быть уверены в том, что мы будем успешны. У нас есть бэграунд. Планы дорожной карты. Значит, мы планируем порядка 15 месяцев реализации. Первый этап производства прототипа, получение всех шишек на уровне прототипа. Второй этап получение опытной партии, продажи, получение второго ряда шишек и принятие решения. Расширяемся, двигаемся дальше, закрываемся, перестаем. Если принимаем позитивное решение, третий этап это массовое внедрение, то есть построение сети, массовое продаж. Что мы хотим из денег? Примерно мы хотим 500к на проект. Мы ввели транши согласно дорожной карте, то есть прототип, программинг, приспособление это порядка 50к первый транш, где-то 100к мы выходим на опытную партию и начинаем продажи. После этого начинается момент истины, а 103 транш нужен на расширение производства, на получение большего расширения, получение большего количества выпуска аппарата. Ну, вот так выглядит прототип. То есть сразу говорю, корпус самопальный, мы немножко экономили, интерфейс рабочий, будет еще дотачиваться, карточка вот там сумка рабочая из синенькой дырочки справа это вылез билет. То есть мы его через инет продали. Ну, вот так вот выглядит немножко интерфейс. Ну, опять же, это первое приближение. Собственно, еще раз спасибо за внимание, спасибо за то, что внимательно выслушали. Еще я сразу скажу, что я что-то буду отвечать сам, что-то буду отправлять Саше. Я тут 10 минут танцевал, у меня горло село. Не удивляйтесь, если мы будем как-то там по очереди что-то. Да, спасибо, очень прикольный этот, правда, я сейчас чуть уточню. Значит, вы разработчики системы, которая где-то используется на многих автовокзалах для каких-то там своих целей, правильно? То есть вы говорите, что у вас есть какой-то ОСУ, которая где-то уже установлена? Да, правильно. То есть вы хотите, ну, отлично, бизнес-модель хорошая, вы хотите как бы ее расширить теперь еще в коммерциализацию. Первый вопрос, почему бумажные билеты, вот, очень просто, отсутствует законодательное понятие на Украине электронного билета, как только это появится? Просто за такие деньги, вот, вам продавят этот проект, просто не надо будет делать эти киоски, а просто смс-ками отсылать, то есть уже готовые купленные билеты. смс-ки уже пробовали. Есть специальный сайт, наши партнеры, которые смс-ки продают продать билеты. Проблема состоит в том, что автобусный билет, это не только билет, это еще, во-первых, полис страхования обязательного на транспорт, с другой стороны, это отчетный бухгалтерский документ, который вы подкладываете к командировочному отчету. Законодательно на Украине отсутствует понятие электронного билет. Ваучером, ваучером. Они не продают билет, везде продается ваучер. Понял, ну да, тяжело, конечно, жить, просто, ну, как бы, проще будет, конечно, смс-ками. Теперь тогда конкретно по вашей бизнес-модели, я понимаю, да, вы можете поставить эти киоски на основных автобусных станциях, все, как быть, допустим, с проходящими автобусами, автобусами, наоборот, покупку билетов в обратную сторону, то есть, чтобы вернуться из села и все остальное. Мы все уже решили. Тикет Баском Юра реально сейчас обслуживает более 100 автовокзалов, прямые и обратные лица. Вот, он реально обслуживает, я могу даже, скажем, соотношение билетов, средняя стоимость билета сейчас, в общем-то, где-то в районе 150-170 гривен. Почему? Потому что основное посещение это зарубежные посетители, которые волнуют поездка из Борисполя куда-то и наоборот в Борисполю. Но, тем не менее, последний тренд состоит в том, что студенты пошли. Студенты со средней стоимостью билета 15-20 гривен, и это уже вот в таких более-менее заметных регионах это уже пошло. Соответственно, но, скажем, люди продвинутые в интернете с одной стороны и с другой стороны студенты. Громадная масса населения этим не охвачена, они никогда не будут в интернете подавать билеты, но покупать билеты но они имеют опыт уже общения с банкоматами. Мы стараемся это сделать максимально похожее на банкоматы. Человек, который, а сейчас творческие все получают зарплату из банкоматов, что-то похожее. За редким исключением. Да. Ну, даже не так, не за редким исключением, а, ну, да. По крайней мере, мы надеемся таким способом еще поднять ту аудиторию, которую мы в интернете никогда не поднимем. Дмитрий Попов, у меня три вопроса. Скажите, сколько нужно аппаратов, чтобы покрыть все города Украины, но с населением 50+, на ваш взгляд? Если у вас какие-то наполеоновские планы, да. 50 тысяч. 50 тысяч плюс, Сколько вы рассчитываете поставить аппаратов, если в идеале ваша система будет, действительно, возьмет там 80% рынка, а планы через аппараты? Мы не говорили о 80%, мы говорили о 60% уже закрытых, и там мы сможем что-то поставить. Но это не 50+. То есть, это областные центры и крупные районные центры. Районные центры могут выпадать из 50+. Хорошо. И сколько аппаратов? 50, 100, 200. На самом деле, тут несколько этапов. Этап номер раз, это поставить на автовокзал. Но это не конец, это на самом деле начало. Кто откажется какой-нибудь вуз, поставить такой аппарат у себя в фойе, потому что студенты бегают за билетами домой ехать, это вот, а тут поставить это вот. То есть, тут шире, я думаю, аудитория будет. И, в общем-то, теоретически никто не мешает. Их вообще-то, где угодно стоит. В любом доме быта, в Киеве, районном центре, в любой лавочке. Главное, чтобы каждый аппарат, сколько бы он ни стоил, 500 или там, 1000 долларов, он себя окупал за год. Ну, в смысле, окупал в какой-то норме, которую вы для себя установили. Так все-таки, вот, речь идет о 100, 200, 500, тысячи аппаратах в стране. Порядок. Вы знаете, мы оценивали только первую часть. На первую часть мы ориентируемся, где-то вот первое, то, чтобы оно начало работать, чтобы это действительно вышло на точку окупаемости. По нашим расчетам, где-то не менее 100 аппаратов надо запустить. Окей. Второй вопрос. Кто является получателем денег? Допустим, студент заплатил 20 гривен в аппарате, который стоит в ВУЗе. Эти 20 гривен попали внутрь, ну, в брюхо этого аппарата и потом каким-то образом попадает в вашу финансовую систему. Нет, никакого брюха. Никакого брюха. Эквариум через банк, через карточку. Это будет зависеть, да, это будет зависеть от бизнес-модели. Как будет построено, ну, мы говорили о трех бизнес-моделях. Хорошо. В зависимости, если это автовокзал, это пошло автовокзалу. Я уточню вопрос. Допустим, каким-то способом, который вы уже для себя определили, студент оплатил таки билет и получил эту бумажку. Вот эти деньги, они попадают на юрлицо этого индивидуального перевозчика? Они попадают в владельцу аппарата. А потом как расплачиваетесь? У нас уже работает биллинг. Сейчас на Украине. Тикет работает по биллингу. Окей. То есть вот этот вопрос, это вопрос технический, если хотите, ну, окей, можем поговорить. То есть в основном это юрлица? Конечно. Окей. Вот если вы видели конкурентов, там был, например, возле киосков пополнение, было написано, что юридически это проблематично. Вот эти ксети, они работают с налом, они работают всегда на грани. В перевозках, когда мы работаем со многими контрагентами, когда это идет без нал, у нас даже такой юридический риск, который есть в этих киосках, неприменим. ну, это убивает. Я понял. То есть у вас есть позитивный опыт внедрения полностью легальной системы. Вот тикет с баском.юа, полностью легально, со всеми соблюдениями. Можете пойти купить билет. А, завтра же? Сегодня же уже в Лужгороде, как-то первое дело. И третий, что еще планируете продавать через эти аппараты, потому что, по сути, вы строите парк некой розницы. Опять же, бизнес-модель, это третья, о которой мы говорили. Да, это перспективно. Мы туда можем класть все то, что есть сейчас в типичных киосках пополнения. Окей. И, наверное, больше. И, наверное, даже больше, действительно. То есть там потенциал есть. Спасибо. Я просто на всякий случай напомню и вам, и следующим выступающим, чем более емкий ответ вы даете, тем больше вопросов эксперты могут. Вот задай. Сейчас сначала вот. Есть еще вопросы у экспертов? Антон Рудич, я так понял, что вы создали АСУ-автовогзал? Нет. Это коллективная работа и лидер Александра Петровича. Ну, понятно. То есть те же люди, да? Да. Насколько корректно? То есть вы создали АСУ для организации розницы, правильно? Ну, начнем с того, что АСУ создавалось 15 лет. И вот этот вот фрагмент, это один из очень-очень-очень многих проектов, которые прошли на имеющейся технической базе. То есть мы не создавали АСУ-автовокзал, чтобы прийти сюда. АСУ-автовокзал создавалось для автоматизации автобусных перевозок. Ну, в том числе для продажи билетов, правильно? Одна из функций была продажа билетов основная, да. Вот. Теперь вы приходите и говорите, хорошо, а теперь мы подключаемся к нашей же системе, потому что мы все знаем. Вот только у вас будет дохода поменьше. Насколько вы боитесь этого лет? Нет, нет, нет. Здесь не идет речь, что мы отъедаем от автовокзала. Ну, вы точно отъедите что-то. Здесь идет о синергии. Вы знаете, я боюсь автобусов и пассажиров больше не станет. Синергия здесь двух киосков вместе не родит третьего пассажира. Значит, спасибо за такую классную иронию. Значит, несколько есть проблем объективных автобусных перевозок. Проблема первая. Значит, легальные и нелегальные перевозки. Проблема состоит в том, что когда автостанция объезжает автобус, в основном, значит, продано билетов 20 мест, а автобусы набито 70. Это достаточно объективная проблема. И на самом деле, увеличивая количество легальных пассажиров, мы на самом деле увеличиваем рентабельность всех легальных участников рынка. загрузка та же, но перераспределение легально-нелегально. Деньги пришли в другой канал. То, что пришло к водителю в карман и тому, с кем делится водитель на уровне автовокзала, то вернется к автоперевозчику. И к автовокзалу. И к автовокзалу. Это официальные деньги, это перераспределение потока. Давайте, последний вопрос. Сейчас я там вот обещал, секунду. Ну, если так вот из истории, когда внедрялась автоматизированная система продажи билетов? Вот это просто было бы если вы позволите буквально одну минуточку. Хорошо. Значит, когда мы запускали в 90-х годах систему автовокзала, АСУ автовокзал на автовокзале, значит, царь горы это была кассир. Кассир, которая сидела в окошечке и хотела дам билет, хотела не дам билет. Когда мы запустили АСУ автовокзал, кассир перестала быть царем горы, потому что продают все кассиры билеты. Царем горы стал диспетчер автовокзала. Когда мы автовокзалы связали в сеть, значит, еще больше уменьшили. Мы последовательно боремся за легализацию рынка. Добавляя различные механизмы продажи билетов легальными, мы на самом деле выводим этот рынок из тени и нормальным людям даем зарабатывать. Это был ответ, наверное. Самик Сун, стартапер, два вопроса, маленьких тоже. Первое, как вы продумали вопрос возврата билетов? Это раз. И второе, не боитесь, что вскоре будут в очереди не в кассе стоять, а к вашему аппарату? Значит, по поводу возврата. Действительно, проблема существует и возврат билета производится в кассе. Но, в общем-то, в чем проблема? Человек, который пришел ехать, он уже пришел, взял билет и поехал. Он не берет его предварительно. Он собрался ехать и из имеющегося выбирает его. У нас действительно существует процедура на тикете возврата билетов. Она необходима, потому что идет предварительная продажа. А здесь, в общем-то, естественно, будет какой-то возврат, но он будет очень маленький. Потому что непрерывный технологический процесс. Это первое. Повторите, вторую часть вопроса. Не боитесь ли много клиентов? Господи, это же, в общем-то, можно и пять аппаратов поставить, и шесть. Господа Максим Школьник, скажите, а вот из-за плана по инвестициям, которые вы показывали, какую часть вы планируете потратить на капитальные затраты вот именно непосредственно на создание этих терминалов? В зависимости от этапа, наверное. Грубо, 50%, 70%, 80%. Я просто о чем? Вы не думали о том, что может быть дешевле? У нас там очень жесткий программинг будет. То есть, у нас же сейчас есть, у нас есть прототип, но там будут вопросы надежности, вопросы взаимодействия с банком, и у нас съест вот здесь сейчас денег. Вторая часть денег действительно это хард, это железо, потому что, скажем, фискальный принтер для этого дорого, клавиатура для ввода пин-кода. Скажите, а вы не думали, что будет выгодно, например, договориться с партнером? Вы знаете, сегодня есть ряд терминальных сетей, которые берут не только карточки, но и кэш. Я думаю, что карточками пользуется у нас меньшая половина платежеспособного населения. Вы не хотели бы таким образом расширить потенциальную... Мы пробовали связаться на протяжении всего прошлого года. Я потратил достаточно много времени. Может быть, здесь кто-то даже присутствует из терминальных сетей, с которыми мы пытались договориться. Проблема принципиальная. Легальный билет. Для того, чтобы выдать легальный билет, на аппарате должен быть фискальный принтер. Все. Фискальный принтер, зарегистрированный налоговый инспекцией и так далее. Все терминальные сети используют обычные термопринтеры и фискальные чеки не печатают. Если кто-то есть, кто печатает, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы с удовольствием с вами еще поговорим. Существует законодательство, которое устанавливает ряд требований к билету. В частности, одно из обязательных требований это билет напечатан на фискальном принтере. Время, к сожалению, вышло. Давайте поблагодарим. Очень интересный проект. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!